Дождик усиливался, народ на площади у памятника солдата только пребывал. Пропустить празднование 9 мая было бы неуважением к предкам и поддержкой тех, кто пытается исказить историю победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Наша главная задача современного поколения, будущего поколения, как раз таки заключается в том, чтобы несмотря на погоду, несмотря на какие-то другие трудности, мы приходили, объединялись, вспоминали, ценили и благодарили тех людей, которые добыли нам мирное небо. Председатель Думы Илья Кочев, ровно как и большинство полевчан, вспоминает, как Великая Отечественная война отразилась и на его семье. Один из моих дедов по маминой линии, он погиб в 43-м году на фронте. Второй прошел всю войну, закончил ее в Берлине с первого до последнего дня. Так что, конечно, как и каждую семью в нашей стране не обошло это горе. В этом году сценарий празднования Дня Победы был изменен и, как многие заметили, к лучшему. Получасовой митинг у мемориала, традиционное возложение цветов и минута молчания – это осталось неизменным. Для каждого из нас это особенный праздник, который объединяет слезы скорби, слезы радости, который объединяет все наши сердца. А вот бессмертный полк, который обычно формировался у Дворца культуры, в этом году стартовал от площади солдата и дошел до Дворца спорта. Это мой папа, его прадедушка. Он в 17 лет ушел на фронт, дошел до Берлина. Был ефрейтор, вот он у нас. Был контужен, сутки лежал засыпан под землей. Думали, что он везде пропавший, потом его нашли. И даже будучи я уже взрослая, мне было лет 8, и у него, это сколько уж ему было, до сих пор с ним были вот такие боевые еще приступы, которые он, когда немножечко примет на грудь, то все время кричал какого-то, Алеша прятался. То есть оттенки были еще, отзывы, то есть были до сих пор. Это уже в 60-е годы. А это моя мама, Татьяна Николаевна, она не воевала, но она была тружеником тыла. Они таскали большие бревна с подругой, и даже один раз их, как мама рассказывала, не забрали, в тюрьму не посадили, за то, что они надорвались. Они были еще девчонками, им было по 15-16 лет, и утром они не пошли на работу, то есть не могли встать. И за ними пришли солдаты, и их забрали. Но пошла ее мама, то есть моя бабушка, и за них старенькая стала таскать бревна, тогда их отпустили. Я считаю, важно чтить историю наших предсков, которые участвовали и были на войне. Отец моего мужа, свекр мой. Где служил? Я не знаю точно. Знаю, что он лейтенант, служил, был ранен, вернулся домой, умер он дома, но был ранен. Рука у него инвалидность была. Работал потом еще председателем колхоза, а мужа вот я схоронила, два года в сентябре будет, его сына. Кто сегодня с вами, расскажите. Это мой папа Амельников Фигарь Александрович, он участник Сталинградской битвы. После Сталинградской битвы он был ранен, вернулся, сначала работал в Нижнем Тагиле, потом здесь долгое время проработал на заводе начальником АТК Мартеновского цеха. Так что он был замечательный человек, и мама у меня замечательная была, она ждала его с двумя детьми, и с тыла я родилась уже после войны. Вот, командир батареи. Отлично. У меня папа тоже погиб во время войны, я его даже не знаю, родилась без него, но нет ни одной фотографии. Это студенты нашего техникума Назарова, вот они пойдут впереди всех с портретами героев Советского Союза, наших земляков-полевчан. У нас семь героев. Медведев, Жилин, Данчин, Полежаев, Чичулин, Кологойда. Я вас сегодня. Возвратились бы мы не все, босиком бы пробежаться по России. Пол Европы, расшагали пол земли, этот день мы приближали, как могли. На этих фотографиях фронтовики и труженики тыла как живые, словно сошедшие к нам со страниц истории воинской славы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев во время парада в Екатеринбурге тоже встал в строй бессмертного полка. Он нес в руках портрет своего деда, участника войны. Каждый, кто шел в строю бессмертного полка в Полевском, тоже чувствовал поддержку предков. И в этот момент погода и холод были не важны. Небо пусть будет пасмурным, лишь бы мирным. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости. Твой день. Новости.